Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 марта 2018 года среда, по одному из старин, 20-й день месяца пробуждения природы, 7500 до 6 лета неделя. В нашей виртуальной студии с вами Алексей Орлов и Сурияр. Здравия тебе, Сурияр! Здравия, Алексей! Здравия всем радовичам, которые возле своих компьютеров или где-нибудь находятся вместе с нами. Да, нашим слушателям и зрителям. Мы сегодня продолжаем уроки мудрости. Сурияр сменил Марину Макарову, потому что тема и ответственная, и Мариночке надо все-таки отдохнуть дать, потому что она так, как это, стахановка. Целыми неделями пашет, пашет, пашет. И вот мы пришли к шестому уроку «Мужчина и женщина». Ну и теперь, наверное, я тебе передаю уже микрофон для того, чтобы ты начал эту тему раскрывать. Ну и будем с тобой потом, как всегда, переходить в формат разговора-обсуждения и подключим во второй части наших слушателей и зрителей, которые, надеюсь, нам пришлют много интересных вопросов и реплик. Так что в первой части, пожалуйста, реплики и вопросы пишите, во второй части будем их озвучивать и искать на них ответы совместно с Сурияром. Все, отхожу в сторону. Пожалуйста, приступай. Ну здравия еще раз всем радовичам. Слышно меня хорошо, Алексей? Нормально? Значит, тема не то, что большая или объемная, тема глобальная. По сути, взаимоотношения мужчины и женщины и что такое мужское и женское начало как таковое. Мы попытаемся разобрать, наверное, сначала первую часть, что такое мужское и женское начало, и потом постепенно перейдем на способы, наверное, и схемы взаимодействия между мужчиной и женщиной в семье, в жизни и прочих. Потому что там отчасти коснемся, наверное, и проблем воспитания, ну или не проблем, скажем так, правил воспитания более правильно. Потому что и бывает, что мать и сын, бывает, что отец и дочь. И эти вещи тоже крайне важны в плане воспитания и проявления мужского и женского начала. Потому что как ведун традиции, соответственно, я в первую очередь стараюсь обратиться к источникам, к ведам, каким образом рассмотрено там, и каким образом в связи с изменившимся временем, с изменившимися скоростями жизни и с изменившимся социумом, каким образом те правила, которые в виде нам были переданы в том или ином виде, в устном или письменном или ещё каким-либо. И стараемся как раз через толкование сегодняшнего дня понять, как нам действовать в соответствии с тем, что. Ну, как я в предыдущих своих эфирах всегда говорил и продолжаю говорить, что истинная веда неизменно в основе своей, и в то же время она всегда меняется, потому что меняются небеса, меняется земля, и мы меняемся вместе с ними. Поэтому то, что было записано предками или ведающими, или вещами в древности, оно сейчас уже подлежит более чёткому и осознанному толкованию с учётом изменившегося времени, изменившихся сил, которые окружают нас, изменившихся нас самих. Вот, поэтому, если мы правильно рассматриваем все эти вопросы, мы давайте попробуем сначала начать с того, потому что Марина Макарова сделала, конечно, колоссальную работу, проведя предыдущие эфиры и донеся до нас несколько сказок, которые я с огромным удовольствием прочитал. И, собственно говоря, если вы ещё их не прочитали, то рекомендую обратиться к этим замечательным сказам, которые по благословению высших сил через неё проявились. Потому что это дело очень нужное и ценное, потому как сами веды в прямом виде получать и постигать достаточно сложно, и в то же время, скажем, это жизненно необходимо. С одной стороны, любому из нас, но каждый на своём уровне, на своём стоянии постигает веды, и, соответственно, через это постижение постигает мудрость жизни. Вот примерно так. Поэтому, если кто слушал предыдущие эфиры, я, наверное, в той или иной степени к ним буду апеллировать. Как понимаю, что было очень много сказано, эти все процессы, задачи были задеты, и сейчас мы подошли как раз к тому времени, чтобы разобрать мужское и женское начало. Сейчас, секунду. Если брать за основу кон, как основу веды, записанной людьми, то там в самом изначале своём разбираются два начала, условно говоря, и в то же время единое много начала, которое пребывает само в себе, и само в себе либо проявляется, либо не проявляется. И название этому первоначалу есть два — «вар» и «ма». «Ма» — как женское начало, ленное, которое пребывает в непроявленном состоянии, в непроявленном по отношению творения, потому что оно замкнуто в своём делании, в своём движении, само на себя. Как я говорил, если мы обратимся к греческой мифологии, то у них схожий термин по отношению к нашему «вару» или «кма» — это хаос. Но хаос имеет немножко другое толкование, но принцип примерно такой же, то что не имеет проявленной структуры, скажем так, и не является осязаемой, измеримой и прочим системой. Потому что, как в предыдущих эфирах Марина Макарова касалась, то когда появляется мера, то есть способ и схема измерения, тогда и возникает возможность сопоставления. А сопоставление уже, ну, это как часть творения, потому что сначала появляется род как прародитель, как свет изначальный в «варе» или посредством воздействия «нома», потому что тут нет противоречия, как бы издревле называлось и так или иначе, потому что только с пришествием более поздних религиозных систем аурионистического толка очень было жёстко противопоставлено мужское и женское начало, и противопоставлено как раз именно как присущее человеческим существам. И, собственно говоря, ни одна из систем аурионистического толка не описывает полноценно, что такое божественное начало в женское, в вышних мирах или, скажем так, на небесах, потому что мужское начало было объявлено изначально доминирующим, изначально наиболее важным, и, собственно говоря, я имею в виду, что касаемо авраамистического толка. И, соответственно, произошло умоление, принижение и в некоторых случаях даже, как сказать, отказ женщине, как мы помним, в Средние века в наличии души и, соответственно, в правильном голосовании и всё-всё прочее. Как бы женщина была выделена как некая субстанция, которая способна только для, ну, имея ценность для углажения мужчины и, так сказать, для рождения для него же детей. Вот. И в этом, собственно говоря, вся функциональная составляющая, как женская, как таковая, заканчивалась. Славянская, русская или тамарийская, в том числе, традиция, она подразумевает, что женское начало ни в коем случае не уступает по своему объёму, по своему качеству началу мужскому. И, соответственно, все взаимоотношения между этими началами, они проявляются и называются как «игра божественных сил». Мы можем так описать. Просто, что касаемо кона, опять же, если не то что возвращаться, а продолжить наше повествование в этом направлении, то кон имеет многослойную систему, и, по большому счёту, только через ту линию, по которой мы идём, сейчас описание кона даётся более-менее структурированной, которая позволяет понимать, как устроены верхние миры, как устроены небеса, как устроены миры, которые ближе к нам, как устроен мир земной, как, если кто-то помнит предыдущие эфиры, которые в прошлое время говорили, эти уровни небес, количество этих небес и как они устроены. И, соответственно, мужское и женское начало, как бы в описываемом и воспринимаемом коне и подтверждённое в нашей повседневной жизни, оно говорит, что когда есть «ма» или «вар», тут я ещё раз повторю, что нет противоречия, но мы сегодня термин «вар» как изначальное состояние «не проявленное» и «не проявленного» отпустим. Сегодня мы, так как эфир у нас посвящён мужскому и женскому началу, мы будем пользоваться определением «ма», чтобы нам понимать, что есть изначальное мужское начало изначальное женское, которое на самом деле даже выше «кона» в этом направлении, потому что «кон» может проявляться, «кон» может существовать всё время бытия того или иного всемирья, потому как всемирье, в котором мы живём сейчас, оно не первое и не последнее. Но то, что называется мужским и женским началом, оно как бы выходит за пределы «кона», не пребывает в вечности как таковой, потому что, как сам себе «кон» этого мира описывает, что был некогда един род, пребывал во тьме, тьма и «ма» в данном случае — это синонимы, потому что тьма, опять же, это не плохое, это просто то, что ещё не имеет в себе проявленного света, или в чём ещё свет не проявился. Вот и всё, как помните, как нам говорит выгнать тьму из комнаты, если как бы нет ни у кого, просто надо зажечь свет. Вот и всё, и тьма трансформируется и изменится. Вот точно так же. Поэтому мужское и женское начало — это очень высокие принципы, которые пребывают в изначальном, когда, казалось бы, что мужское и женское начало ещё не разделены, но мужское и женское начало, как мужское и женское начало, они уже выглядят в более глубоких слоях творения, глубоких по отношению к нам, имеется в виду, что не по отношению к источнику, а приближённых к нам, потому что вот эти принципы, которые наверху есть, я их сейчас чуть попозже озвучу, опускаясь сюда ниже, сначала условно разделяются свет и тьма с одной стороны, это одно из разделений, потом уже становятся, как мы говорим, боги-прародители, сварок и лада, которые начинают осуществлять и сотворять уделы и те направления сил, которые будут являть мужское начало, и в конце концов это проявляется именно как мужчина. Почему мы говорим, что как бы сварок есть образ мужа справного, на земле стоящего, в вечности путь рода своего длящего. И точно так же лада, как Всевышняя Мать, прародительница наших душ, она есть как прекрасная женщина, которая стоит на земле и с мужем со своим сотворяет единый род. Единый род, и она является первой его помощницей, подательницей благ и радости для своего мужа. Самый ближний к нему человек, который, соединяясь в едином делании, в едином родении, призывают сюда, сюда, во всем мире, в явленный мир души предков наших, души тех, которые проявятся именно как дети наших семей и наших родов. Поэтому вот этот вот момент прохождения через многие небеса, через многие слои кона, кона я как бы повторю, это первоправило, по которому созидается всемирие. Оно состоит из нескольких правил, и эти правила, они, собственно говоря, и держатся в всем мире, в тех берегах, в которых течёт Ма, становясь живой, которая оживляет всё пространство. Потому что Ма точно так же имеет тысячи обличий, тысячи имён, тысячи проявлений, спускаясь с самого Вышнего предела до тех пределов, в которых находимся мы, находясь в явном мире, пребывая в нём. Вот. И, соответственно, как в коне сказано, сейчас не совсем дословно, но близко, потому что дословно, сейчас скажу, значит, род пребывал вне проявления, находился в себе, во внутреннем своём родении. Как ошибки старых творений собирал, их выжигал, и в новое творение путь свой пролагал. Сам в себе род пробудился, светом единым в Ма проявился. Так и начало творению пошло. Вот примерно, дословно, таким образом, вот, как сказать, пока нет проявления, и нет мужского и женского начала. Но, как мы знаем, да, у рода, прародителя, сначала была охота. Но охота не имеется в виду, как в лесу на зверей, а охота, как желание. Это охота, охота быть. И поэтому, как по тому, как люди спрашивают, как обычные дела сотворять, я говорю, сначала найдёте свою охоту. То, что у вас есть внутри, но вы этого ещё не знаете. Вот. И ваша охота вас начнёт выводить в понимание. Когда появится в вашем уме разумение какое-то о том, чего вам хочется, охотится, вот тогда сформируется у вас желание. Вот. Желание, это значит, вы уже начнёте созидать в сознании своём, в разуме своём образ того, что хотелось бы, чтобы с вами словно произошло, или вы там перешли в какую-то новую ситуацию. За желанием возникает концентрация усилия, сила начинает в вас собираться, потому что когда вы куда-то концентрируете своё внимание, а в данном случае желание, это уже принцип созидания образа. Вот. Это я почему объясняю, какая схема, потому что, как сказано издревле, что наверху, то и внизу. То есть те принципы, которые заложены были в самое изначало творения всей мири, те же самые образы и те же самые делания осуществляются и здесь нами. Просто если мы осознаём эти делания, значит, они нами делаются и споро, и хорошо. Если они не осознаём, но делание всё равно продолжается через нас, через непонимающих, через спящих, потом просто мы говорим, что где-то нам живётся тяжелее, где-то там не совсем нравится, но именно потому, что мы не знаем свою правильную природу и свою правильную охоту. Поэтому охота в данном случае это как в определённой степени термин предназначения, который каждый из нас несёт в себе, появляясь в этом мире. Вот. Ну, возвращаясь опять же к охоте, потом к желанию и началу сбора сил и созидания образа. А когда образ в той или иной степени в нас проявился и сотворился, почему? Это тоже обязательная фаза творения, которое любому из нас доступно. И почему я говорю сейчас, это очень важно. Каждый из тех, кто слушает, я предлагаю сосредоточиться на этом, потому что любое дело, которое вы делаете, оно делается именно в этой последовательности. Охота, попытка проявления в чём наше томление и, как сказать, проявления желаний после желания сотворения образа того, что для нас желаемо. А потом мы, когда уже силы в образе собраны, мы стараемся проявить это в яви. И проявляем мы это прежде всего через намерение. Это значит, как помните в старом анекдоте говорилось, или там тост, по-моему, в каком-то кинофильме, говорит, пусть наши желания всегда совпадают с нашими возможностями. И очень мудрая мысль, но люди любят шутить, но как показывает практика, если у нас очень большие желания, но очень малые возможности, то добиться как бы радости и счастья в жизни не представляется практически возможным. Ну вот, и задача поэтому после построения, как я говорил, охота, желания, построения образа, это когда желание наполняется нашим видением, так, как должно проходиться, а потом возникает намерение, то бишь возникает мера, которая позволяет нам увидеть, соразмерны ли мы своему желанию. Вот я говорю, наше желание с нашими возможностями, мы соразмеряем, да, и вот это наше намерение уже выводит нас на заключительную фазу, на делание. Если мы посчитали, что мера нашего понимания и мера нашего родения и делания, она как бы позволит наше желание воплотить жизнь. Вот и всё. И поэтому я говорю, почему это так подробно описываю, что это очень важно для каждого из нас, и в то же время это описывает очень высокие уровни не только кона, но и то, что предшествует кону, да, то есть это взаимопроникновение, взаимоделание того, что в более нижних областях мы называем как мужское и женское начало. Соответственно, хотение рода одно, вот что касается нашего мира, оно многоплановое и в то же время, но можно его как бы описать двумя словами. Желание проявиться, желание проявиться, то бишь явить в себе и через себя всю красоту всемирия и дать этому всемирию возможность развиться. Развиться и как бы стать тем, что накопит большую радость, тем, что накопит большую красоту, тем, что соберет большее количество света и станет вечности одним из там великих и сверкающих творений, порождений прародителей, ма и рода. Потому что тут мы, как и с одной стороны, говорим, что это единое начало, и в то же время это начало, которое начинает с возникают полярности. Свет и тьма и как бы порядок и хаос, когда они между собой сходятся, возникает нечто третье. Если порядок тот, который несет в себе свет, структурируя всё, и ма как материя непроявленная, которая даёт возможности и все необходимые ингредиенты или составляющие для того, чтобы в мире проявилось. Вот это первое начало кона и первое начало творения. Поэтому заглядывая на самые высокие состояния, потому что мы часто там уповаем, что я несколько раз ссылался на древние книги, которые там не совсем в наших народах сохранились, но в то же время как мы знаем, что мудрость даже не в очень далёкой древности была одна. Одно порождает два, два порождает три, три порождают всё видимое и невидимое количество возможных проявлений. поэтому единое проявляется в двух началах, два начала создают третий, ну вот как род-свет как структурирующее начало, ма как дающие первичные субстанции для притворения. И возникает ряд в семире, это вот как раз то, что третье, потому что вот эта вот формула священное событие, она достаточно чётко это описывает. Исходя из этого, мы как бы сейчас озвучим два первопринципа и вернёмся к знаку известного с очень глубокой древности и, собственно говоря, известному ещё задолго до древности то, что чаще всего называют иниянь. знак и как описывают его как мужское и женское начало. Вот, относительно значит желания рода и возможности как соответственно два ключевых позиции, когда ещё мужские и женские начала не проявлены так, как мы привыкли, но это как сказать предтечи на очень высоком уровне небес ещё до появления кона, ещё до проявления прародителей, скажем, в том виде, в котором мы привыкли их видеть, потому что так, как они выглядят нынче, это как раз относится к нашему всемирью и к этим проявлениям, которые сейчас, ну, как явные миры, в которых мы сами пребываем, воспринимаем. потому что если как сказать, потому что род это не имя собственное, это тоже обозначение, как правило, потому что мы пользуемся им как именем собственным, потому что тогда так нам легче воспринимать, ну, как говорят, все имена и все слова в мире, это все и все лики, это всё род, это так и есть. Но принцип тут, не то, что принцип, а дело сейчас немножко в другом, мы как раз говорим о том, что есть Ма и есть Род, да, которые собираются, но прежде чем собраться, им надо каким-то образом проявиться, потому что, как мы говорим, Род, пребывая в непроявленном виде в Ма и пребывая во внутреннем делании, то, о чем мы говорили, уже ошибкой, в какой-то момент начинает проявлять себя, потому что до этого момента он является как бы еще не Родом, а Зародом, который может стать Родом. То есть он еще является зерном, то, которое должно себя проявиться, при том, что, как вы понимаете, что если мы бросим как бы, опять же, то, что наверху, то и внизу, когда мы бросаем зерно в землю, оно мало, и оно, так сказать, может быть, невидимо глазом, там, горчичное зернышко, как помните, легенду о ней, но поднимается и становится целым древом, но если оно не связано с Ма, и оно не имеет правила в себе, то это не восходит, то есть маленькое зернышко, пребывая в себе, уже знает, как будет выглядеть великое дерево, будь то дуб, будь то кедр, вот, это маленькое зернышко, которое находится в земле, точно так же род, будучи за родом, пребывал в себе в своем делании внутреннем до того момента, пока не пришли сроки, и время проявления в всем мире не пришло, вот, поэтому, как мы говорим, у рода была охота, у рода было желание явить себя, явить себя, стать в всем мире, вот, а ма, это есть возможность и взаимность, то есть пока, просто, если мы глянем немножко дальше на восток, у них есть там специальное достаточно глубинное учение о шуньяте, о шуньяте, да, шуньята, пустота, перейдут, это лишь они рассматривают примерно то, тоже, о чем мы сейчас говорим, немножко в своих терминах, но, как бы, это просто подтверждает, что то знание, которое возложено у них своим языком, у нас своим, собственно говоря, имеет корневую основу достаточно глубинную и дальнюю, что пока есть пустота, и она остается пустотой, пока туда не попадет мысль и свет, вот, то есть свет, который несет мысль, тогда там возникает игра теней, как они говорят, игра теней это возникающие исчезающие формы, вот, и все, потому что, как бы мы не раздавали щеки, как бы мы себя не превозносили, мы просто понимаем, что здесь мы прежде всего все-таки являемся отражением и подобием рода прародителя, каждый на своем уровне, каждый в своем делании, каждый в своем пребывании, поэтому мы можем там принимать, в той или иной степени, безусловно, мы являемся полноценной тенью, почему, потому что с одной стороны и в то же время тень, как это любят часто повторять фразу образ и подобие, но никто не разбирает часто до глубины, чтобы это значило, образ и подобие, потому что тень подобна тому, кто ее отбрасывает, да, вот, но есть тот, без кого тени нет, это солнце, условно говоря, вот, но тень сама по себе это плоскость и подобие одно время, а вот образ это уже полнота, и вот в своем образе мы соразмерны и сопоставимы с прародителем, потому что вся мысль порождения, вся мысль явления животворения через родом проявленное прошла и проявилась здесь нами, мы есть мысль прародителя, мы есть мысль рода и мысль зима, которые соединившись, вот ювелирный мир и нас, как мужское и женское начало в этом мире, то, что мы сейчас пытаемся понять, как это может выглядеть и кто мы такие, исходя из высших представлений икона. Так вот, опять же, возвращаясь к высшнему началу, возвращаясь к тому пребыванию, которое есть до кона, мы понимаем, что у рода было хотение, которое есть желание, которое есть намерение, которое есть делание. Это значит, как возникает желание, возникает хотение, возникает желание, возникает образ того, что хочется, потом возникает намерение, то есть каким образом это должно быть осуществлено, потом возникает делание, Вот таким образом наше целеполагание осуществляется, реализуется и направляется. Поэтому мужское и женское начало возникает сначала от рода как устремление, и женское начало — ма, которое на это устремление откликается. И любой из нас, представляя себя мужчина и женщина, понимает, что эта же игра осуществляется и здесь среди нас людей. Та же игра, которая осуществляется на самом острие, на самом истоке, на самом начале проявления всемири, та же самая игра возникает здесь. Род как свет, структурирующее начало, проявляет устремление к своему деланию. А ма, как и женское начало, здесь уже через множество отражений, через множество небес, отвечает взаимностью и возможностью. И здесь, на самом высшем этаже мироздания, вот есть вот эти два принципа, два правила, пребывающие во всемире, или даже не во всемире, а в соединённом варе, где ма и род пребывают в единстве. Но вот эти вот два правила, которые за этим возникают. Первое — это всемире вара непроявленные, где ма пребывает в лености, а род в своём внутреннем делании ещё неправильно. А потом возникает устремление и взаимность, или возможность, то, что как ма даёт роду для того, чтобы было притворение. И потом уже возникает разделение, условно, на свет и тьму, потому что свет является источником. Тьма или ма, как то, что под этим светом трансформируется. То, что я сказал, возникает игра теней. И, собственно говоря, если мы опускаемся сюда, вниз, в наш явный, по-своему, бренный мир, мы сразу же видим как раз мужское и женское начало. «Мужчину и женщину». Но это не значит, что эти начала различны, потому что бывают, встречаются достаточно премудрые, назовём их так, кавычки, деятели, которые говорят, вообще мужское начало — это одно существо, а женское начало — это вообще, так сказать, внедрённые какие-то андроиды, которые, вот что чуть ли там не поработить мужское начало, были сюда направлены и с внедрёнными тяжёлыми разрушительными программами. Вот и всё. Но если мы понимаем вот эти правила принципа икона, сверху, донизу пребывающие, тогда у нас нет вот этих расхождений, нет непонимания, что должно и может осуществлять, осуществлять, потому что слово «должно», некоторые люди часто напрягают понятие «должно». Просто вы, находясь в явном мире, находитесь всё равно в потоке животворящих сил. Вы можете отказываться их, принимать эти животворящие силы, через себя пропускать и притворять. Ну, собственно говоря, желающих отказаться от жизни нет, но если ты принимаешь живу, то у тебя есть долженствование перед родом, во первую очередь земным, во вторую очередь перед родом небесным, для того, чтобы то животворение, которое через тебя идёт, и для общего блага реализовал. Поэтому те, кто следует в родовом обычае, они вот это «долженствование» на себя принимают, а не говорят там, ну, как условно сейчас такое модное слово используют, это «чайлд фри», там, без детей, там, без всего, живу, как хочу, и, в общем-то, где умру, никто не узнает. Вот, родовое обычае, родовая традиция, она сведёт достаточно чётко, и мужское и женское начало, как продолжение высших принципов в всем мире, оно нами осознаётся достаточно чётко, мы понимаем свою возможность, свою сопричастность и своё «долженствование» в хорошем смысле в том, что мы все являемся, как в правильном, даём возможность жизни продолжаться и через это продолжение являть красоту всемирия. Всё новое и новое колено наших потомков будут это продолжать. Поэтому, если здесь мы видим какие-то достаточно, вроде бы, казалось, разделённые антропологические предпочтения, ну, как любят эти у нас сексологи говорить, первичные и вторичные половые признаки, то мы всё равно понимаем, что это двуединое начало, которое осуществляет здесь то же самое великое делание, то же самое великое родение, что осуществляют ма и род, позволяя проявиться всемирью, осуществляя устремление и отвечая там возможностью и взаимностью. При этом соединении возникает третье новое, то есть возможность проявления всемирия. В данном случае соединение мужчин и женщин даёт проявиться новому миру, новой вселенной в каждом ребёнке, который через них приходит. Это ключевая позиция, и об этом надо достаточно чётко понимать и думать. Кто бы нам что ни говорил, сколько бы зловредных порушителей нашего мира не возникало в нашем пространстве, мы должны свято и чётко хранить вот это понимание, потому что, как сказано издревле, род свой сохраняй, веру свою на поругание, иным не давай. Вот это наше делание, то, в котором мы должны находиться. И в то же время, как мы говорим, поднимаясь немножко от земных забот в мир более высоких деланий, мы помним, и в предыдущих эфирах, в которых я участвовал, и те, которые вела, уважаемая Марина Макарова, мы не раз обращались к тому, что человек как бы 3-4 единое начало. Это тело, душа, дух, и всё это соединено единым сознанием, как четвёртая составляющая. И, соответственно, как бы если мы на уровне воспроизводства жизни в явленном мире разделяемся на мужское и женское начало, то на уровне духовных сущностей мужское и женское начало нивелируются, и оно как раз уходит в эти состояния устремления и возможности. То бишь, любая духовная сущность может сотворять с одной стороны и одна, и в то же время, если она соединяется с другой сущностью, то способы и возможности претворения увеличиваются многократно. Почему вот этот вот момент, то, что тот доступный для нас уровень родения и делания в явном мире, это проявление и появление новой жизни, это одна из ключевых задач, но далеко не единственная. Почему? Потому что мужское и женское начало, как я сказал, определяется на самом верху это устремление и возможность, устремление и взаимность. Ну вот. И когда мужское начало вбирает в себя в большую, в большей степени устремление, ну как активное, вроде бы действующее начало, точно так же, как род-прародитель, закончив свое внутреннее дело, проявился в виде уже прародителя, в виде уже света, который начинает тьму, ма, структурировать, и в связи с этим возникает третье, это то в всем мире, в котором мы с вами пребываем. Точно так же мужчина или мужское начало в большей степени олицетворяет себе устремление, в большее, опять же повторю, и женское начало, которое в большей степени проявляет себе возможность и взаимность. вот и все. И в то же время, вот почему я говорил, что мы к знаку инь и янь вернемся, который как бы показывает, где условно черные и белые сходятся во всей полноте, и точно так же два хвостика, где они сходят на нет, и еще точки, которые есть в центре. Все прекрасно помнят этот знак, поэтому особо его можно не описывать, но смысл примерно, я говорю, если мы переводим опять же в русло нашей сегодняшней беседы, мы видим, что мужское и женское начало двигаются в одном ключе, то бишь, вот этот вот момент, там же не просто два квадратика сведены, там показано движение, движение, в котором движутся вот эти силы, возникает и перетекает. То есть, если у мужчины основное устремление, то никто не лишил его права и наличия возможностей и взаимности. И точно так же, если у женщины или у женского начала основное возможность и взаимность, то бишь, она откликается на внешний позыв, то же самое это не значит, что у нее отключено устремление. Просто устремление мужского начала в большей степени оно на претворении всемирья, то женское устремление в отношении мужчины уже, оно возможности в этом всемирье проявиться полностью. Условно, мужчина говорит, будем строить дом или там будем строить семью. Женщина говорит, да, я с тобой согласна. И, соответственно, она дает ему на это свою взаимность и они начинают сообщаться, дедак. Именно только в этом ключе возникает вот это гармоничное начало. И вот эта точка, которая в центре и не янь, да, и черное и белое, они как раз говорят, что как бы вы ни были там условно гипермачо и прочее, у вас ваши более высокие принципы, если у вас и вы есть устремление, то никто от вас это не отнял, и у вас это есть во всей все равно полноте. Возможность и взаимность, которые только при переплетении, при возможности возникает вот это общее усилие сопоставимость и мы получаем значительно более широкий и интересный результат от всего этого. Поэтому один из ключевых моментов, да, чтобы мы должны понимать и наши предки, они как раз этого очень четко придерживаются, они знали, что эти начала там не больше и не меньше, а начала равно великие, потому что если мы немножко кинем взор на южные пределы наших предков, ту страну, которая называется Индией, там в предании очень хорошо сохранено это, что Всевышний пока не получит благословения от своей богини, прародительницы, он не может начать творение, он не может начать свое делание. И вот этот момент события мужского и женского начала, он является для нас ключевым. И мы в этом плане должны понимать, что я говорю, вот мужчины есть устремление и делание, женщина в первую очередь это то, что возможность и взаимность. но как бы кто не говорил там физиологически гормональные схемы нашего бытия в телах они различны, мы сейчас на этом чуть позже немножко остановимся. Вот, и в то же время надо, как я говорю, мы посмотрим, как живет тело, каким образом проявляет себя душа и каким образом строит ход свой дух, соединенный через сознание, декодировку. Ну и соответственно, описав вот эти происхождения и смыслы мужского и женского начала, наиболее высокие, да, возможности устремления и возможность притворения через заимность и возможность предоставленную. Вот, ну и точно так же имея в голове вот это понятие об инь-и-янь, что несмотря на то, что мы приписываем устремление как мужское начало, точно так же устремление свойственно естественно и женщине, как как я сказал, просто вот этот момент он направлен немножко, потому что первая возможность для женщины проявить себя как таковой или для женского начала, это именно дать возможность мужскому началу реализовать своё устремление. То, что мы называем и проговаривали сегодня, что есть охота, это внутреннее томление, которое, будучи осознаваемо, становится желанием, будучи осмысленно, становится образом, будучи умно постигнуто, становится намерением, то есть имеет меру своего для возможности для своего притворения и бытия. Ну и следующее это делание. Возвращаясь к мужскому и женскому началу, проявленному уже в тверде, в плотных телах, в тех, которых мы пребываем в явном мире, мы понимаем, как я вот касался, что как духовные существа, мужское и женское начало, они практически не отличимы в своем ни в качестве, ни в возможности проявления и делания. Но если мы опускаемся чуть ближе, то есть как я уже неоднократно говорила, мы все время во всех наших встречах, беседах к этому возвращаемся, что человек есть трижды и четырежды единое существо, которое как бы составляющих внешних, ну не внешних, скажем так, сутевых тела, душа и дух и единое их связующее и направляющее в явном мире — это сознание. Вот есть знание, есть сознание. Мы в прошлых эфирах в той или иной степени касались, разбирая значение этих слов, но сейчас это для нас непринципиально, потому что мы вот сознание — это как ключевая позиция, как хранитель смысла веды и возможности постижения вот этими, не только даже постижения, а восприятия вот этими частями друг друга, это является сознанием. Поэтому если мы возвращаемся в этот мир и когда мы начинаем разбирать вот этот момент как бы мужчина и женщина, у нас сразу, естественно, возникает в первом приближении именно антропологическое различение и различные функционалы, которые возложены природой на те тела, в которых мужское и женское начало проявилось, потому что надо понимать, что это не тела проявились, это проявилось именно начало в виде духа, которое проявилось в виде той или иной формы. И если мы будем отдавать себе отчет в этом, что это именно единое начало проявилось в разных формах для того, чтобы иметь возможность больших способов и разнообразий и качеств проявления, потому что насколько я помню, Марина Юрьевна о качествах и свойствах в своих эфирах должна была касаться и проговаривала. Поэтому свойства это в данном случае то, как мы проявляемся, а качество это через свои свойства, что мы можем сделать в данном случае. Если там немножко расходится терминологически с Мариной Юрьевной, я думаю, мы сможем это поправить, потому что не все эфиры, к сожалению, я там смог прослушать до сего момента, чтобы не расходиться, чтобы не водить ни вас в заблуждение, ни путать общий контекст. И, соответственно, женщина здесь имеет в первую очередь, мы просто начнем подниматься по омутам сил, то, что, как мы в предыдущих эфирах и прочее обращались, называем чакры, чары или омуты сил. Вот и все. Соответственно, если мы берем антропологическую, не побоюсь этого слова, животное, начало в человеке, потому что в этом плане биологическая самка человека ничем не отличается от всех прочих самок всех живых существ, то первое долженствование, которое заложено в ее как бы внутреннюю структуру, в подсознании, это необходимость продолжить жизнь своего вида. Не конкретно свою жизнь, а именно продолжить жизнь своего вида, дабы жизнь во множестве проявлений через течение живых через вас могла продолжиться вечности. И в этом, собственно говоря, на уровне первого омута сил, которое мы, как правило, называем зарод, если мы берем славянскую русскую транскрипцию омута в силы или чакр, исходя из индийской ведической традиции, она говорит просто ты должна продолжить жизнь. И для женщины на уровне подсознания это является ключевой и главной программой. Таким образом, ее устремление женщины на уровне неосознаваемом, а с другой стороны, на уровне исполнения первого принципа возможности проявления, они проявляются через женщину. поэтому женщина всегда на уровне своего делания стремится в первую очередь исполнить вот это делание, дать возможность новым формам и как бы живы через нее проявиться, чтобы пришли ее дети, через которые сущие продолжат существование жизни. вот и но в данном случае, так как это ключевой появляется, она устремляется к тому мужчине, с которым она сможет осуществить эту задачу. но так как это все находится глубоко на уровне подсознания, то собственно говоря тело движется, а голова пребывает в это время в некоем отсутствии. Почему как бы вот этот момент появления женского устремления, он во многих условно говоря, там и философских и прочих системах оказался не то, что недостаточно изучен или рассматрирован, он оказался совершенно непонятым. И даже про одного волшебного деятеля на ней психологии Фрейда говорили, что если бы он смог понять, чего хочет женщина, то в принципе он бы решил все задачи, стоящие перед человеком разумным. Вот. И почему мы как бы начинаем с самых простых условно, мы часто их называем животных потребностей, потому что подавляющее большинство семей, к сожалению, они не в состоянии иметь так, как не были не обучены и не пребывали в традиции, которая описывает эти состояния и дает описание состояний более высоких, которые, потому что как у обычного человека, который не обучался, у него проблема примерно всегда одна, что его три единства в данном случае мы назовем три единства, потому что дух здесь начинает отсутствовать, потому что он за пределами восприятия оказывается, так как сознание не развито, оно не в состоянии в той или иной степени воспринимать дух и ту силу, которая идет через этот дух. А так, получается, есть душа и есть тело. Не помню, кто из древних философов, по-моему, греческих, не соврать, мне сказали, душа, она движется между духом и телом, и хвала той душе, которая выбрала своим проводником дух, и горе той душе, которая пошла на поводу плоти. Вот, когда мы об этом говорим, что женщина движется во тьме своего устремления, которое, ну, как бы заложено, не как бы, а по факту, безусловно, заложено в женщине именно самой природой. И, как мы знаем, исследуя, так сказать, движение человеческого сознания, или то, что называется психики, оно, в первую очередь, конечно, определяется инстинктом. И, чтобы мы там про себя не думали и не говорили, то обычный человек обусловлен, как я и ранее говорил, практически на 100%, ни на 50%, ни на 20%, ни на 100%, в своем движении по жизни он обусловлен именно программой и инстинктов. А инстинкт продолжения рода, он ключевой, ключевая программа в программе выживания. Соответственно, в этом ключе он является доминирующим. и поэтому, когда женщина получает через свою охоту, охоту в данном случае в ней существует не дух, а именно тело, которое становится желанием там сойти с мужчиной, он толкает ее как раз инстинкт. И, соответственно, как мы понимаем, как, по-моему, в прошлой передаче или там недавно где-то выступала, сказал, что у нас на сегодняшний день на 100 свадьб порядка 85 разводов. Ну, собственно говоря, всем так называемым брачующимся, там, вступающим в неосознанные отношения шансов сохранить семью в том виде, в каком им бы хотелось всего 10%. И, соответственно, это говорит о том, что данная система и воспроизводства, и построения семьи, она себя не то чтобы исчерпала, она просто недееспособна, не работает. И сегодня просто рамки эфира нам не позволят в эту тему уходить дальше и глубже. Но я думаю, мы как-нибудь еще в недалеком времени к ней вернемся, так как школа мудрости, школа родовой мудрости у нас не перестает существовать. Ну и ключевая позиция, опять же, к которой мы возвращаемся, что если женщина устремляется к вот этому своему деланию, продолжению жизни, которое большинством женщин, к сожалению, не осознается, во-первых, ни как великое делание, ни как возможность, их возможность через взаимность по отношению к мужчине проявить именно нечто великое в виде проявления нового мира в виде своих детей. Потому что если она как бы в естественном, в неосознанном режиме выполняет эту функцию, то, собственно говоря, она не может сделать ни призыв нормальный для своих детей, ни даст как бы не своему мужчине реализовать одно из своих устремлений для передачи своей мудрости и возможности своим детям, не сможет стать опорой и ладой своей семьи. Поэтому, как говорили издревле и ведическая традиция индийская и прочее, говорят, жена или там невеста вот прежде чем вступать в семейные отношения, она должна пройти достаточно серьезную школу либо уведающих матерей, либо уведающих людей, которые раскроют вот эти более высокие состояния, более высокие возможности, которые женщина обретает при взаимодействии с мужчиной. Потому что, как мы говорим, полнота события в человеке возникает тогда, когда он обретает свою целостность. А целостность это когда мужские и женские начала уравновесились, как я говорил, что и мужчина и женщина в этом плане внесут себе и мужское и женское начало просто условно доминанта мужского и женского начала обусловлена как раз гормональным фоном, гормональным движением. Поэтому если нам сейчас в той или иной степени может быть по вопросам мы немножко вернемся к этой теме, но смысл примерно такой, что если мужчина и женщина взаимодействуют и исходятся на ускорении именно на гормональном фоне, то такая семья имеет условно 9 из 10 шансов развалиться и 99 из 100 стать семьей, в которой не будет ни радости, ни любви. потому что когда вот этот элемент нижний функционал неосознанный просто чисто долженствование продолжения жизни реализован, оказывается так, что мужчина и женщина могут оказаться друг другу неинтересны, а если они друг другу неинтересны, то часто оказывается, что им неинтересны и их дети. И вот это пребывание в горечи и недовольстве друг другом, оно, конечно, разрушительным является не только для их тел, не только для и в том числе для людей, но и для духовных существ, потому что духовное существо, пребывающее в горечи, оно постепенно теряет свой свет. А потери света, как бы даже переходя в следующее воплощение по смене меры бытия своего, они не могут подняться. Почему взаимодействие духовных мужских и женских начал это величайшая возможность, которая дается, скажем так, каждому мужчине и каждой женщине, потому что, опять же, когда мы определяем чисто антропологически мужчину и женщину, то получается, что мы сразу же ограничиваем. Поэтому на тех занятиях, которые там в школе родовой мудрости у нас идут, с нашими группами по разным городам, мы всегда определяем каждый, мы есть духовное существо. И, собственно говоря, священная формула, к которой мы обращаемся, «Аз Есмь». Она как бы в первом своём приближении, в первом толковании говорит «Аз Есмь» — свет изначальный, дух вечности идущей силы едино собирающей радость и красоту являющей. Вот что такое «Аз Есмь». Потому что, когда ты сознаёшь себя духовным существом, принимаешь свою вечность и принимаешь свою ответственность за своё бытие в этом мире и во всех прочих и будущих и прошлых с одной стороны и в то же время в более высоких составляющих там, где ты являешься именно сверкающим духом, неограниченным ни плотью, ни временем. Вот примерно такая. Поэтому сегодня краткий экскурс я объяснил, что мужское и женское начало это как бы наиболее но опять же не мужское и женское начало, а первомысли прародителей ма и рода. Это охота проявления и возможности. Вот здесь возникает то, что становится в более низких, в более плотных слоях притворения мира становится мужским и женским началом. Вот таким образом. Поэтому как взаимодействовать на уровне душ это тоже как бы отдельная достаточно большая беседа и как взаимодействовать на уровне духовных существ. Вот. Но сейчас у нас наверное все-таки так как я говорю вот эту иерархию проявления в той или иной степени сейчас попытался прорисовать. Вот ключевым у нас все-таки является возможность для как бы пребывания в теле в сопряжении хотя бы с душой для начала. Но ключевым опять же тут является момент что вот этот момент что мужчина и женщина должны быть хотя бы в какой-то степени осознанности для чего они сходятся. Потому что в данном случае природа преследуя свои цели ма с родом ма ма и род и как бы их проявление природа или всемири или порядок да ма с родом преследуя свои цели немножко как бы создали берега по которым течет живо живо и в данном случае эти берега как Макаров говорила в данном случае это те инстинкты которые прошиты в нас достаточно глубоко и как бы если их правильно разбирать и понимать значит мы имеем возможность в какой-то момент уравновесить осознанность с инстинктами то бишь инстинкты перестанут давлеть над нами и мы уже будем как бы как дву великие начала проявленные на этом уровне всемиря как мужское и женское будем взаимодействовать именно сообща потому что мужчина есть устремление и во вторую очередь возможности взаимность а женщина в первую очередь взаимность и возможность и во вторую очередь устремление вот и не я и это не говорит что устремление женщины меньше чем устремление мужчины Просто устремление женщины, во-первых, в продолжение течения живы, то есть в продолжение жизни. А мужское первое устремление в претворении всемирья. То есть мужчина изменяет и раскрывает дальнейшие возможности всемирья. В первую очередь это его устремление. Он точно так же женщиной позволяет проявиться тому, что называется новая жизнь, и через это опять же продолжить вот этот момент претворения, который в этой мере бытия в одной жизни он, наверное, не смог остановить. Поэтому мы, двигаясь вперед и назад, имеется в виду, поднимаясь до самых высот, когда я сказал, что возникают вот эти вот намерения первичные, устремления и возможности. Устремления и возможности. И только потом возникает, как уже Белобог и Чернобог, как разделённый свет Ма, потому что Ма и Рот — это более высокие, я говорю, даже более высокие коны, являются именно пределами вечности, потому что для того, чтобы единое проявилось, должно быть отражение. Оно разделяется, и тогда становятся Ма и Рот свет прародителей. Вот и всё. Они соединяют и возникают. Это на самом верху. А здесь ближе к земле, ближе к нашим состояниям мы говорим, что эти же начала в каждом мужчине и в каждой женщине, они себя проявляют. Просто если мы их понимаем и осознанно можем их исследовать, значит лад в такой семье, где есть осознание через постижение. Но опять же самим, условно говоря, из пальца это вытащить тяжело. Всё-таки надо в той или иной степени веду постигать и понимать, где описывается мужское и женское начало и принципы их взаимодействия. Потому что если женщина, потому что у нас как бы за последние годы там немножко мы социологию сейчас нынешнюю устремимся, что за двадцатый век и в общем-то уже шестая часть века двадцать первого нами практически пройдена, была поставлена разрушителями задача так называемой феминизации. Потому что зная устремление и силу женского начала, которое в этом ключе в явном и плотном мире значительно превосходит устремление мужского начала, они как бы, они устремились к тому, чтобы мужское начало было нивелировано по отношению к женскому. Поэтому и был создан культ матери, но ни в коем случае не возник хотя бы как равновесный культ отца. И соответственно мужское делание по притворению мира ушло во тьму, то есть исчезло как таковое. А женское делание по продолжению жизни стало единственным ключевым, единственно возможным. И собственно говоря, через это мы сейчас оказались в крайне тяжелой ситуации, что и женщины теперь не имеют возможности, потому что мужчины, которые сохранили устремление, стали достаточно редки, потому что об устремлении вообще не сказано нигде в том мире, в котором мы живем. И о возможности притворения этого мира, и если мужчина не имеет возможности для проявления своего устремления, он начинает исчезать, он начинает исчезать, я говорю, ныряет в бутылку, делает все спустя рукава и, так сказать, теряет интерес к жизни. Становится малоподвижным, малополезным домашним питомцем, которому там великая женщина в то или ином отражении МА определяет место, потому что он уже себе место не определяет. И так называемое государство, я не говорю о нашем, потому что этот процесс был осуществлен во всех практически странах, так называемых цивилизованных, и вслед за ними мы попали. Поэтому ключевая позиция, да, то, о чем мы и круг следующих достаточно сказал, что старый договор между МА и Родом здесь, в явном мире, он был уничтожен. И мужчины и женщины на сегодняшний день оказались в состоянии непонимания ни себя, ни своих предназначений, ни схем взаимодействия. И поэтому, как бы на сегодняшний день, там ключевая задача ведающих родового обычая, это, конечно, описать заново схемы на ново, не заново, а на ново, то бишь с учетом и того уровня понимания, с учетом новых проявившихся реалий. Потому что даже схемы производственных отношений, они категорически колоссально изменились за сто лет, не говоря уже о схемах события, сожития на одной территории мужчины и женщины. И вот этот вот момент, как бы устремления и возможности, описанный в виде нового, скажем так, наново проявленного договора между МА и Родом, который здесь мы на уровне Покона должны понимать, это вот ключевая позиция, к которому мы должны устремиться. Потому что вот этот вот момент, когда МА, а в данном случае, если у мужчины, каждая женщина дает своему мужчине возможность к проявлению устремления через взаимность, она дает ему благословение. И точно так же мужчина, имеющий устремление к притворению всемирья, он только тогда осуществляет свое духовное делание, когда он это намерение обретает и реализует. Если его лишить, как вот нынешний строительство социально, так называемый, цивилизационный мир, он лишил мужчину возможности притворения. И, соответственно, устремление мужчины начало гаснуть. И, как мы помним, эти рудиментарные органы становятся, как это называется, невостребованными. Точно так же устремление начало гаснуть, потому что государству нужны мужчины функциональные. Нам же не раз с разных трибун говорили, что нужен человек функциональный, то есть который ходит на работу, делает то-то, получает такое-то вознаграждение, никогда ни на что не ропщет, так сказать, за хорошее поведение, ему там выдают самку для, условно, так сказать, удовлетворения первичных потребностей. Никакого отношения не имеет ни к продолжению, ни к развитию рода. То, о чём мы, собственно, говорим постоянно. Потому что первое устремление проявить себя, род, проявить себя в виде всемирия через возможности взаимодействия, взаимность сма великой, даёт возможность роду и самому проявиться, и развить в всемире, и развиться самому. Потому что там через определённые как бы религиозные системы нам говорят, что как бы предел совершенства и предел это типа Господь-Бог. Ну, формулы чудесные и хорошие, но смысл такой, что всемирие, оно всегда находится в состоянии развития. А через развитие всемирия и через развитие каждого из нас прародитель и ма обретают новые качества, и, соответственно, всемирие наше проявляется во всё большей красоте. Это та возможность, в которой мы находимся, от которой нам не следует отказываться. Поэтому основа взаимоотношений мужчины и женщины. Мужчина должен иметь устремление к взаимодействию со всемирем, к его притворению, ну, то есть дополнение творения своим творением. А женщина должна ему давать в этом плане благословение, это является её взаимностью, и возможность, соединяя свою силу с его. И задача не погибать, не углубляться, не погибать именно только в инстинктивной сфере, где работают тела, где нет сознания и где духу не остаётся места. Мы как-то, я говорю, по возможности и в предыдущих эфирах, я так понимаю, Марина Макарова это разворачивала, и в последующих эфирах всё равно к этому договору, к уровню взаимодействия, на уровне душ и на уровне духовных существ мы будем возвращаться, чтобы описывать, каким образом примерно это может осуществляться. У каждого, с одной стороны, по мере своей, а с другой стороны, помимо меру, всё равно у каждого есть очень большая возможность обретения гармоничной, ладной, светлой семьи, в которую есть возможность и смысл призвать светлых предков, через которые будет и притворено и будущее, и будет продолжиться жизнь, и будут реализованы устремления и мужские, и женские. Продолжение слушайте в следующей части.